Снова всем привет, с вами Лакмус, я продолжаю играть в КСП. В предыдущем эпизоде мы вознамерились отправиться на дюну, вот на таком вот корабле. И уже в предыдущем эпизоде у меня образовались проблемы с топливом. Кстати говоря, давайте раскроем наши солнечные панели. Но я решил не сдаваться и построил вот такой вот маневр. Вы можете его видеть. Наведемся сейчас на точку. Здесь пока не отображается сколько нужно времени, но я уже опытным путем установил, что около минуты нам потребуется разгоняться и по завершению маневра, если все пойдет по плану, наш периапсис вокруг дюны будет 16 миллионов метров. К сожалению не в апоапсисе мы встретимся, но пока что это лучшее, что мне удалось здесь выполнить. И вероятнее всего это будет путь в один конец. То есть нам придется организовывать еще одну экспедицию на дюну по спасению нашего Кербала. Но пока что вот так. давайте приблизимся к точке нашего маневра. Я думаю, что где-то минутой 10 нам потребуется. Это конечно не первая моя попытка записать этот эпизод. Но неудачные попытки были связаны тупо с моей невнимательностью. Я проскакивал маневры и фейлил таким образом всю миссию. Но я решил не записывать эти такие глупые фейлы. Не позориться. Ну и да, я планировал сам маневр. То есть пробовал разные варианты. Лучше чем как бы минуту у меня не получилось. Я имею ввиду по времени. То есть как сэкономить топливо я толком так и не догадался. Возможно существует какой-нибудь способ и наверное некоторые из подписчиков его знают. Но я вот поскольку новичок в игре все-таки буду набивать шишки вот таким вот образом. Давайте до 10 секунд подождем и начнем ускоряться. Как бы точно я не старался совершить маневр какой-либо. Сейчас мы увидим. 10. Так нам нужно немножко пропустить вот так. Как бы точно не старался вот здесь появляется рано или поздно расхождение. Даже вот сейчас мы видим что вот эта циферка идет быстрее чем вот это. не знаю с чем это связано. Я конечно постараюсь их подогнать одну под другую. Но подозреваю что нам не хватит топлива вот в этих вот баках даже на то чтобы завершить этот маневр. Подождем. Видите расхождение. Если кто-то знает как его избежать или с чем оно связано я милости прошу в комментариях. Ну вот и кончилось топливо. Отстреливаем баки. Так секунду. И давайте наверное спланируем новый маневр. Выйдем таки на орбиту. Хотя конечно можно было и здесь поставить точку. Попытаться внести коррекцию. Некоторую. Нам буквально чуть-чуть нужно ускориться. Буквально чуть-чуть. Но мне бы хотелось все-таки в апоапсисе встретиться. Но видимо в апоапсисе никак не получится. Никак видимо не получится. Хотя. Хотя. Смотрите-ка. Нет. Но это слишком. Мы начнем уже разгоняться. Вот так вот если подтянуть. Так. До точки две минуты. Да. Здесь что-то я как-то слишком уж. видимо придется завершать старый маневр. И не парить мозг. Вот так. Наводимся. Ну уж слишком какое-то получается у нас. Слишком большая разница. Дадим тягу и посмотрим. Тридцать девять секунд. При том что почему-то нарушился маневр. Непонятно почему вот так. 41 секунда. Ну что ж давайте уже как есть. 45, 44, 43, 41. Ну вот и посмотрим. На этот маневр нам конечно хватит топлива. Потому что двигатели вот эти довольно экономичные. Вот. Нам же нужно не забывать что нам придется маневрировать еще и на орбите дюны самой. Для того чтобы совершить посадку. И не развалиться. При посадке. Так. Смотрим. Три. Один. Стоп. И. Опять. Получилось не точно. Но я не знаю. Давайте выйдем уже. На орбиту какую уж есть. И посмотрим. Что мы здесь можем сделать. Мы можем в принципе. Притормозить. Слегка. Я понимаю. И вот таким образом захватить дюну. Переапсис. 4 миллиона. Неплохо. Неплохо. И опять 45 секунд. Странные маневры. Очень странные. То ли. То ли. Игра. Глючит. То ли. Я что то не понимаю. Ну давайте подойдем. поточнее. Как обычно. Я постараюсь навестись на эти 45 секунд. Вот так. Третья. Третий заход так скажем. Третья попытка сформировать. Какой то маневр. Очень увлекательная серия. Я посмотрю. У нас. Заположь. Мои фейлы. Опять. Надо посматривать еще и сюда. Потому что. Может быть мы зацепим. Как нибудь. гравитацию и вне маневра. есть. Вот. Для надежности давайте так поступим. Здесь правда сорок миллионов. Попытаемся все-таки завершить этот маневр, уменьшить периапсис будущий наш. Это нам сильно поможет. Вот так, убираем точку и смотрим, что мы получили. Периапсис у нас 2,3, ну неплохо, неплохо. Половину топлива мы выжгли, однако. Следовательно, даже не знаю. Придется нашему Бобу поселиться на Дюне и основать там колонию. В одиночестве сделать это, конечно, проблематично, но выбора у него особого нет, все равно. Сейчас нужно не проскочить нам точку входа в зону действия гравитации Дюны. Вот она, кстати говоря. Давайте посмотрим, что мы можем отрепортить отсюда. 55 поинтов, смотрите. Конечно же, отправляем. Но Дюну мы отсюда вряд ли увидим. Даже пытаться не буду. И давайте осмотримся по сторонам. 88, смотрите. Приближаться не стоит. К чему? Непонятно. Посылаем. Эти 88 поинтов. Это неплохо по нашим меркам. Хорошо. И продолжаем полет. Продолжаем наш полет. Главное не проскочить. Потому что секунда промедления вытянет нас на новую орбиту, с которой мы уже, скорее всего, не сойдем никогда. И наш Боб останется на ней болтаться пока не состарится. Аккуратненько подходим к точке. Очень аккуратненько. Так. И теперь смотрим наш точный периапсис. 2,4. Ну, нормально. Пока нормально. Теперь нам нужно его уменьшить. Для этого я сделаю вот такой вот маневр. Конечно, лучше всего сразу сформировать орбиту более-менее экваториальную. Ну, просто для того, чтобы нам проще было проще было садиться. Хотя нет, вы знаете, если мы начнем экваториальную орбиту формировать, нам будет ставить палки в колеса вот этот вот спутник. Этого мне бы не хотелось. Поэтому давайте уже будем садиться как есть. Так. Не очень хорошо видно сейчас. Блин. Накладываются показатели один на другой. 700. 700. 500. Я думаю, километров 15. Нам нужно 12-15. Сделать, чтобы нам тормознуть об атмосферу, не падать камнем, потому что даже с нашими парашютами у нас может не получиться такая посадка. 110. 70. 51. Так. 33. 24. 16. Еще чуть-чуть. Буквально чуть-чуть. 12. Вот. Просто супер. Наводимся на точку. сейчас корабль наш управляется не в пример легче. Три модуля SAS у нас. Три секунды всего лишь, да? Ну, давайте подойдем к нашей точке поближе. Кстати говоря, здесь мы тоже можем отправить какой-нибудь репорт, потому что мы формально находимся на орбите. 35 поинтов. Хорошо. И прогуляемся. еще 56 поинтов. Просто прекрасно. Отправляем. Мы можем уже видеть Дюну. Где она? Вон она. И давайте так. Но да. Блин. Вот это я, конечно, лоханулся. выпустив нашего кербала из кабины мы нарушили маневр. Но все вернуть довольно просто. Здесь можно. Этот маневр один из самых простых в нашем полете. 6. 6 это мало. Вернее, слишком низко. Мы можем рухнуть. Куда-нибудь вырезаться в гору. 21 20 19 11 Ну вот так. Вот так. Давайте приблизимся к точке. Здесь уже большая точность нам не нужна. Главное следить за вот этим периапсисом. 3 секунды я его ждать уже не буду. Давайте запустим двигатель и посмотрим примерно чтобы нам попасть. Километров 12 мне бы хотелось все-таки сделать. 9 8 7 6 5 уменьшаем тягу до минимума. точка точка сместилась но это не страшно. Для нас это сейчас не важно. Пролетели мы точку но это тоже не важно потому что вот я наблюдаю за периапсисом. Торопиться нельзя. Чем точнее мы сделаем тем нам будет проще садиться. Топлива конечно уже половина ушло на все эти маневры. Так и вот сейчас нужно очень внимательно смотреть после сотни 9 8 7 6 5 4 3 2 13 так 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 перелетел перелетел точку это убираем перриапсис наш вот так пусть будет все вот так мы будем подлетать к дюне давайте приблизимся вот таким вот образом и попробуем что-нибудь доложить отсюда 13 поинтов хорошо еще поближе еще доклад 4 поинта ну тоже неплохо так и мы достигли атмосферы наконец-то снова репорт 35 поинтов хорошо попробуем активировать но не здесь ладно чуть попозже в более низких слоях атмосферы попробуем активировать один из наших датчиков сейчас наша задача просто тупо навестись на точку отторможения и смотреть как будет закругляться наша орбита или траектория пока что это еще если нам не хватит этого торможения которое обеспечивает атмосфера придется подтормаживать двигателями и это будет означать что я абсолютно неверно все рассчитал и зафейлил даже больше чем сам думал еще 13 поинтов тоже отправляем здесь можно раскрывать антенну особо не опасаясь атмосферы здесь символическая более-менее густой слой вот здесь будет но мы заденем его не очень глубоко и может нам не хватить этого но мы видим что траектория закругляется худо-бедно снова репорт 4 поинтов зря-зря можно сломать антенну так здесь уже можно сломать антенну но нет выдержала и давайте попробуем барометр да нету пока никакого давления это тоже вряд ли что-нибудь покажет нам поэтому пока только термометр 56 поинтов хорошо и мы начинаем набирать высоту кстати говоря смотрите однако у нас образовалась орбита то есть этой атмосферы нам хватило садиться сейчас не стоит потому что скорость у нас дичайшая и нам скорее всего потребуется еще один виток сделать прежде чем мы сможем сесть хотя возможно и на этом витке если наш апапсис достигнет каких-нибудь вот этих вот уровней то может быть мы сможем сесть но мы вышли из более-менее плотных слоев атмосферы и поэтому еще один репорт я попытаюсь отправить 1.8 но нет уже теперь нет давайте посмотрим ну все апапсис наш уже можно сказать практически не уменьшается давайте сделаем еще один виток здесь нам ускориться не дадут как положено кстати говоря можно уже расправить наши солнечные панели а это они закрылись то есть я с открытыми солнечными панелями входил в атмосферу да молодец вообще один фейл за другим сегодня чувствую не мой день может не стоит сегодня садиться нам чтобы не искушать судьбу я не буду пожалуй тормозить никак то есть мы просто тупо совершим еще один виток сейчас и естественным порядком будем тормозить об атмосферу берем солнечные панели берем я сказал солнечные панели от греха подальше давайте снова тормозить опять мы коснулись атмосферы буквально с самого края репорт 1.8 нет спасибо не надо смотрим на поапсис наш он продолжает уменьшаться и и да где-то на этом витке мы уже будем садиться скорость наша все-таки великовата но радует что мы будем садиться наверно на светлую сторону и на светлую хотя не уверен честно говоря больно круто падает апоапсис нет на светлую сторону не судьба и сейчас сейчас уже визуально можно контролировать наше падение теперь уже выпустим лапки айпорт 25 поинтов оставим выпустим парашюты приготовим вернее парашюты они раскроются в свое время картинка кстати говоря живописная смотрите но скорость падает тем не менее неплохо очень неплохо вот этот стоит атмосферы тормозить нормально сейчас где-то должны раскрыться парашюты вот они парашюты и пошло настоящее торможение возможно все-таки двигателями придется помогать может и нет давайте отключим SAS и посмотрим обеспечит ли парашюты нам нормальное торможение главное чтобы не развалился наш не развалился наш корабль когда они полностью раскроются дадим все-таки газу немножко не нравится мне такая скорость есть контакт корабль наш не развалился это радует и мы уже снижаемся SAS все-таки включу уменьшим скорость нашего падения до приемлемых цифр подгазовываем слегка я вот не вижу к сожалению сколько нам осталось до поверхности вообще никак не ориентируюсь по высоте просто поддерживаю скорость вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот есть но мы приземлились дамы и господа я поздравляю мы совершили посадку на дюну половина топлива у нас осталось и на обратный путь нам конечно же не хватит самое первое что нам нужно сделать это расправить солнечные панели и отправить тот репорт который мы взяли в атмосфере так затем взять новый репорт 40 поинтов и тоже отправить теперь активируем наши датчики атмосферное давление в общем-то было нам известно уже акселерометр плотность планеты непонятная цифра это мы тоже уже в принципе видели но сохраним температура на поверхности минус 30 сохраним хорошо 56 поинтов хорошо здесь скорее всего те же 56 поинтов пока оставим и большой контейнер 200 поинтов лабораторной мыши и кербальская трава приобрели красноватый оттенок ясно дело давайте подождем рассвета и прогуляем нашего кербала где солнце вот оно солнце такой вот пейзажик снова может быть репорт какой-нибудь еще 40 поинтов хорошо и на прогулку репорт 40 поинтов пока возьмем здесь нам в принципе ранец полезен будет гравитация не очень большая но мы видим что летает он довольно-таки хреново на ранце другой репорт возьмем 64 поинта то есть отличается в виде да много залежи железных рут это прекрасно образец почвы 240 поинтов зернистый мелкий песок ну и флаг естественно дюна дюна флаг короста керман впервые высадился на планету в этом самом месте отлично отлично и еще одна важная наша задача перепаковать парашюты я постараюсь сейчас все-таки выйти на орбиту дюны же так ну вот видим что не до всех парашютов он может просто так дотянуться поэтому нужно подойти поближе так так это можно сделать только снаружи корабля то есть нужно выпустить кербала наружу и подойти к парашютам этим на определенное расстояние тогда появляется такая вот менюшка перепаковать опа не подрасчитал опа 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 что-то как-то есть зацепился все парашюты все парашюты перепакуем так и отправляем наши данные еще пять поинтов тоже отправляем ну что же кстати говоря нужно бы сделать снимочек чуть я не забыл также обратите внимание что мы находимся сейчас формально в среднем слое атмосферы то есть даже не в нижнем особенность дюны я уже обращал на нее внимание очень-очень такая вот неровная поверхность то есть можно находиться на поверхности и быть во втором слое атмосферы при этом так давайте выберем ракурс получше вот такой вот ну и все собственно говоря на сегодня пожалуй на этом все я подумаю как нам лучше всего спасать нашего кербала и в следующем эпизоде мы займемся или этим или чем-то другим всем пока всем спасибо за внимание